подожди, а чё мусульмане-то я не понял? нормальное начало, да? если хочешь, чтобы мы выжили, давай следующую тему как ты вообще жив после такого графика плотного? ты понимаешь, мы договаривались, да? ты даже говорил, что ты приедешь, один день выделишь ты заедешь в гости, посидим даже вот эти 3 или 4 дня ты здесь не смог у тебя там постоянно какие-то съемки просто там селебрити да нет, ну на самом деле просто довольно-таки я это как бы редко выбираюсь куда-то и в итоге там с этим нужно смотри, у меня есть чек-лист, да? то есть у меня есть пункты, которые я должен отметить прилетел я сюда в пятницу это было 10 часов ночи в первом списке у меня идет борщ и пельмени то есть я заказываю сразу это все в отель съедаю все это естественно, это то, что уже поздно никто после меня эту еду не выносит никуда я утром просыпаюсь и мне кажется, что я в столовой спал, знаешь вот второе в моем чек-листе это пойти в чайхану поесть плов да, я уже, ну я два раза в этот раз что-то так, знаешь, как Volkswagen два чека поставил вот, но в итоге очень много друзей, знакомых то есть с кем-то постоянно встречаешься и очень часто обижаются, вот ты приехал, не увидел нас ну блин, ребят, я очень бы хотел, но не получилось то есть у тебя там, как бы, такой рейтинг да, важности друзей, да, и у тебя, как бы, не хватает ты пока в нем еще внизу да, 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 я понимаю не поднялся вот за этот шаг ну ты знаешь, вот интересная, кстати, тема потому что часто обижаются вот, особенно вот у нас, как бы, в Средней Азии принято, да, что ты вот должен там отметиться хотя бы долгое время я из-за этого страдал потому что мне казалось, что я нехороший человек потому что иногда мне не хочется просто никого видеть ну, с другой стороны, я с возрастом начал понимать, что в принципе, все люди разные бывают периоды, когда ты просто не потому что ты мне не нравишься хотя, да, Макс, ты мне не нравишься ну, это честно бывают периоды, когда ты реально настолько устаешь тебе просто хочется закрыться где-то, да и вообще ни с кем не общаться но это никак не отражается на твоем отношении я думал, это только у меня, кстати потому что я реально, я сейчас вот то же самое, то, что ты говоришь я это абсолютно чувствую то есть мне достаточно вот, допустим, друзей просто знать, что вот у них все нормально там, да, я там, не знаю там увидел и все, мне этого достаточно я, блин, я там я реально вот мне там семья, работ и неохота вообще никуда не просто иногда хочется просто полежать в тишине ну, у тебя больше симптомы нехорошего человека да, нет, на самом деле я понимаю очень тебя часто ну, бывает у меня есть, допустим, знакомый он просит меня там говорит мне давай увидимся я говорю, я хочу тебя увидеть ну, он мне говорит ну, назови мне дату я говорю, ну, на этих выходах я не могу он говорит да, он говорит, как на следующих говорит, на следующих я тоже не могу он говорит, а через месяц я говорю, через месяц я не могу он говорит, блин, значит, ты не хочешь меня видеть я говорю, я этого не говорил ну, просто у меня реально нет времени вот, то есть постоянно какие-то процессы проходят а когда есть, иногда просто не хочется с кем-нибудь Ну, бывает такой overdose, да, то есть ты общаешься постоянно там в интернете, ты идешь в курсы на работе с клиентами, ты просто выгораешь, тебе хочется вот как-то вот страус засунуть голову в песок и все. Да, да, да. А как ты вот, ты же гоняешь, ну, просто, я не знаю, сколько раз в год. Это же просто капец. Тебе как не позвонишь, хотя мы редко зазваниваем, не так часто, да, там, но списываемся, допустим. Там, сегодня ты там в Европе где-то, в Бразилии, потом еще где-то. То есть тебя хватает на это? Тебя это мотивирует? Ну, смотри, на самом деле, это же не каждый день происходит раздробленное, да, там, в год, там, скажем, через, ну, бывает иногда часто. Особенно есть сезонность, да, вот у всех вот этих мероприятий у них есть сезон, да, допустим, конец лета, начало сентября. Нет, ты это делаешь для чего-то? Кайфуешь от этого? Смотри, там несколько причин есть. Во-первых, мне нравится. То есть я в плане, я езжу часто в страны, в которых я не был, да, там, в Бразилию, там, еще куда-то. То есть ты едешь туда, ты увидишь мир, общаешься с людьми, это клево. То есть расширяешь свой кругозор. Во-вторых, как бы мне нравится просто делиться тем, что я умею, что я знаю, если, как бы, как бы сразу два в одном. Иногда, да, бывает слишком, как правильно сказать, тяжело, если это, допустим, длинный перелет, то это физически даже не очень. Ну, после каждого раза я приезжаю, все, я больше этого не буду делать. Ну вот, да, да, да. Просто я вот сейчас ехал, да, из Подольска, я ехал два с половиной часа, и полтора часа прошло, и я уже хочу домой, я уже хочу есть, я хочу в туалет, я хочу вернуться, я не знаю, то есть, а у тебя постоянно в каких-то перелетах это жестко. Но я помню, блин, то есть, ты же к этому шел, то есть, специально, то есть, ты продумывал. Ну, я помню, что там лет семь назад мы с тобой разговаривали, и когда я там организовывал, да, семинары, я помню, что ты, твой гонорар был самый маленький, даже, по-моему, что-то бесплатно ты там делал, выступал первый раз. Первый, не? Было, не знаю. Ну, блин, если это было бесплатно, значит... Не, я помню, что когда я МДП устраивал, я помню, что ты просил меньше всего из всех, вот. Один был чувак, который пять тысяч попросил. Один, не буду говорить, кто, но как бы один из Диснея, скажем так. Надо поднять мне бумаги, может, ты сказал бесплатно тебе, а сам на этом заложил бенжет. Так что ты не должен. Потому что, смотри, для меня вот чисто денежное вознаграждение не было никогда приоритетом, и сейчас не является. То есть, потому что, как бы, мне просто нравится это делать. Вот я горю этим, мне нравится копаться там, делать VR, делать это. Но если параллельно это как-то приносит какой-то income, то почему бы и нет. Ну, ты же сейчас можешь, блин, у тебя даже конкурирует это с основной работой. Сейчас я это мотивирую так, допустим, если меня приглашают куда-то, и, допустим, спрашивают у меня, сколько это стоит, я говорю, столько. Они говорят, а как так, может, в один день столько можно просить. Я говорю, ребят, один день я еду к вам, и я за полчаса или за час рассказываю то, чему я научился за 10 лет. То есть, это такая транзакция. Ходить на руках, да, вот это. Ну, типа, вот это всю шляпу, да. Спасибо, что опустил меня на землю. На самом деле, плюс, учитывайте, что если я куда-то к вам еду, я теряю два смежных дня. То есть, до и после. То есть, я, фактически, я мог в эти дни работать на своей работе. Хотя из этого вот мои затраты. Ну, вот, знаешь, в основном люди не то, что с пониманием относятся, они понимают, зачем они меня вообще зовут. Вот, и почему это стоит каких-то определенных денег, если, ну, редко бывают проблемы. В основном с тобой только. А вообще, как ты вообще относишься к тому, что сейчас вот все просто повернулись на этих курсах? То есть, сейчас это как бы неотъемлемая как будто бы часть вот современности. То есть, сейчас делают курсы всего. И, то есть, меня, например, сейчас это напоминает, знаешь, как золотая лихорадка, да, была. И, как бы, люди рванули все за золотом, да, а заработали больше всех те, кто продавали сами вот эти ситочки, знаешь. И вот мне вот эта ситуация сейчас в CG напоминает, что, как бы, все хотят, там, попасть в кино, там, куда-то туда-сюда. Да, но я вижу, как люди, ну, допустим, лет 10 назад. Да, он трогает никого. Ага. Это Максим, это Максим. Окей, окей, больше не будут. Ага. Если раньше, там, 10 лет назад художники, как бы, старались получить в портфолио хороший проект, хорошего клиента, да, какого-то жирного, сейчас это как будто бы обесценилось. Есть такое? Ну, давай сразу определимся. Мне кажется, уже мы все поняли, что ты плохой полицейский здесь, а я хороший, да? Да, почему? Ну, надо как-то это разделение провести. Если тебе как-то не нравится, мы можем потом ролями поменяться, да. Да, смотри, просто мне почему, я хочу одну вещь немножко разложить по полкам, ты две разные проблемы смешал. Первое, это присутствие к курсу, да, а второе, то, что многие люди хотят попасть в индустрию и так далее. Смотри, я когда начинал делать свои курсы, не то, что там, мне ноги дрожали, я просто думал, блин, как вот ты сейчас будешь курсы делать, вообще кому это нафиг нужно? Вот часто бывает, у тебя ты курс записываешь, думаешь, кто на него придет, вообще зачем это нужно, это же уже все есть в интернете, правильно? Но с другой стороны, я себя вот знаю, вот сейчас, если какой-нибудь там, не знаю, Craig Mullins или там Сид Митт сделал бы курс, я бы пошел на него. Потому что есть всегда люди, которые реально хотят чему-то научиться. И если есть кто-то, кто может чем-то поделиться, то это обоюдная транзакция, понимаешь? Здесь это должно происходить, это круто, что есть эти курсы, понимаешь? Вот это первая, как бы, часть твоего вопроса, я наоборот приветствую, когда люди делают курсы, то есть особенно, если им есть чем поделиться. Вторая часть вопроса, это так, ну, золотая лихорадка, когда курсы начинают восприниматься как, о, вот сейчас я запущу там, я сейчас как пошустрю, да, там, ко мне придут. Ну, во-первых, это нечестно, это неправильно, но при этом ни ты, ни я, ни кто-то еще, мы не можем на это повлиять, ты не можешь вытискать, ребят, я делаю честные курсы, ты делаешь нечестные, да? То есть мне кажется, на это вообще внимания не стоит тратить и концентрироваться, как бы, иначе ты, как бы, просто с ветряными мельницами борешься, при этом отвлекаешься от своей основной работы. Да, я даже не то, чтобы бороться, я просто, мне интересно, к чему это все идет, понимаешь? То есть сначала, да, появились вот там YouTube, да, какие-то огромное количество всяких там видосов, все это бесплатно, все это наводнилось, сейчас все перенасытилось, и как будто бы тяжело в этом разобраться, где действительно там нормальная какая-то информация. И сейчас как будто бы такая тема, что ты, вот если это бесплатно, это обесценивается, то есть неинтересно людям, вот выкладываешь, допустим, я по себе, да, знаю, я вот записал, когда курс, и каким-то там знакомым я даю бесплатно, и они как бы такие, ну да, окей, нормально, там, да, и тот же самый курс продаю там за, там, 700 баксов, да, мы продавали, народ такие, вау, это охрененно, это офигенно, хотя там, в принципе, ну, такие вещи, которые при желании можно найти в интернете, вот, мне вот это интересно, что, что с этим дальше будет, как это, то есть ты не думала об этом, вот что, что, куда, куда, то есть в какой-то момент это перенасытится, и что? Ну, смотри, вот вопрос с перенасыщением, он тоже довольно условный, потому что это всегда так, скорее всего, было, просто форматы меняются, ты вспомни, там, 20 лет назад было очень много книг, тебе нужно было понять, какая из них хорошая, правильно? Например, я, когда в универе учился, не было еще толком интернета, ты идешь в библиотеку, ты открываешь миллион книг, они все на одну тему, но они все разные, некоторые лучше, некоторые хуже, поэтому то же самое сегодня происходит, да, то есть даже, вот 10 лет назад это было, это, скорее всего, были не курсы, а физические школы, да, куда ехать, в Пасадину или там еще куда-то, да, то есть ты, в любом случае, выбирал. На вопрос, можно ли мы всему научиться в интернете, абсолютно, ты любой вещи с нуля, ни у кого не спрашивая, то есть никому не поступая ни на какие курсы, всему можешь научиться, но вопрос в том, как быстро ты это сделаешь. И просто нужно понимать, когда ты идешь на курс или покупаешь любую книгу, ты берешь сконцентрированную вот эту информацию, которую человек за 10 лет опыта получил, получаешь ее в формате такого сжатого, насыщенного материала. Вот в этом самый главный плюс, допустим, книги, почему мы берем книги, да, там, какие, ну, допустим, если это какие-то научные издания, ты всему можешь в интернете научиться, но ты берешь у конкретного человека определенную книгу, потому что он на вот этой теме потратил 20 лет, и он взял это все, суммировал в одной книге. У тебя шанс как бы взять, потратить меньшее количество времени и быстро разобраться в этом области просто больше. Ну, а это, это не выглядит, как, знаешь, такая медвежья услуга, знаешь, человеку, то есть вот человек, когда без помощи, да, он как будто бы более сфокусированный, такой вот более, а тут он, как бы, знаешь, ему подносит, и он такой... Я, смотри, опять же, нужно разложить по полкам, здесь такой, вот это как раз из тех, как бы, из тех тем, которые можно одним предложением написать и трактовать по-разному, да, допустим. В каком плане, смотри, если ты... Есть нюансы, которые невозможно, вот, найти в интернете, когда ты, ты можешь их только получить от людей, которые работают в индустрии, потому что на самом деле индустрия там маленькая, не очень много людей в ней работает, понимаешь? Допустим, нюансы, да, там, как работать с арт-директором, как работать с режиссером, такие вещи знают только люди, которые реально работают. И есть еще другая сторона медали, где есть общие знания, да, такие как композиция, перспектива, вот эти знания как раз, которые требуют очень много времени, невозможно просто их вставить в рамках одного курса, да, то есть вот человек, увидев это, должен еще практиковаться многие. Но вот именно советы по механизму, как работать, допустим, с режиссером, с арт-директором, они, вот, именно в таком формате очень малая информация, понимаешь, от профессионалов. Поэтому вот я, допустим, сейчас, допустим, если я не знаю, кто-нибудь там, Сидмит, да, там, запустит курс, как работает с индустриальным дизайном, да, я сразу запишусь, потому что мне интересно, я ничего не знаю об этом. Так он вообще 3D не знает. Ну, какая разница, зато он, ты перешел в войну, да, зато он давно уже в индустрии, он делает свое хорошо дело, мне было бы интересно. Я был один раз на его выступлении, я даже до этого, ну, я видел его работу, но я не знал, что это Сидмит, я просто видел, что это какой-то дедушку какого-то привели, на это, в Португалии. Течью. Да, Течью. Так, ну, пойдем, сходим, что там за дедушку, посмотрим, какой-то ветеран. И он начинает рассказывать, и я понимаю, что вау, то есть было реально такое ощущение, что вот все, что мы делали до этого, это вообще какая-то фигня полная. Ну, то есть вот то, чем мы занимаемся, это ерунда, и то есть это детский сад. Ну, скорее всего, до сих пор так и есть. А тут вот этот вот дедушка рассказал нам просто такие вещи, реально очень интересные, и самое главное, что это все было на бумаге, без интернета и гуашью. Это было круто, конечно. Ну, вот еще если немножко расширить вот эту тему, да, я ее сравниваю как употребление стероидов, да, то есть ты можешь пойти в зал, вколоть себе булку там, я не знаю, что они там вкалывают, и быстро довольно раздуться, да. При этом ты перестаешь, когда пользуешься, ты быстро сдуешься, а есть вот, можно это годами сделать, да, прокачать, ты ходишь, ходишь постоянно, это трудно, тяжелее, но при этом как бы более плавный переход идет, да, и ты понимаешь, насколько это трудно, и... Так значит, стероиды... Ну, стероиды в каком плане, ты можешь, вот сегодня, если на стероиды разложить, ты можешь научиться, как там рендеры делать, ты куб поставил, свет поставил, кнопку нажал, он тебе классно делает, и думаешь, о, супер, я концепт-художник, я могу рендерить классные картинки, да. Но при этом ты не прошел через все звено, вот, ты не понимаешь, как перспектива работает, потому что ты в 3D все делаешь, да, там, ты не понимаешь, как там свет работает, потому что ты в 3D кнопку нажимаешь. Опять же, есть очень крутые художники, которые, ну, это, я говорю о тех, кто вот быстро научился чему-то, да, то есть сегодня вот делать красивые картинки несложно. Ну, там, чуть фотобаш, чуть-чуть этот, ты можешь, в принципе, за год научиться делать классные картинки. А именно работать, да, то есть... Ну, смотри, то, чем мы занимаемся, это больше дизайн, правильно, это концепт-арт, то есть арт там, это маленькая часть, это просто инструмент, который мы используем, правильно, а вот первая часть концепта, это дизайн, концепт равно дизайн. То есть ты можешь уметь там рендерить картинки, но когда тебе начинает поступать фидбэк, тебе люди говорят, поменяй, вот это улучшишь, ты просто не обладаешь инструментом, и ты не знаешь, как это делать. Потому что в основном твои работы были зациклены на том, чтобы ты просто нашел какие-то инструменты, которые быстро можно делать. Вот поэтому, допустим, я на своем курсе разбил на 3 этапа, и beginner, который первый курс, я им не даю вот эти стероиды, я не даю им инструменты, которые позволят им быстро, да, делать. Я им говорю, ребят, вы должны уметь рисовать, вы должны научиться скетчить сперва, вы должны из простого блок-аута собирать 3D, то есть если, допустим, профессионал, я говорю, ребят, вы можете ничего не делать, просто берите стоковые модели, потому что они уже это умеют делать, понимаешь? То есть вот поэтому часто, особенно молодые художники, у них такая штука происходит, у них происходит эйфория в какой-то момент, они быстро научились там рендерить пару картинок, но при этом неуверенность не покидает их, потому что они знают, что не прошли они вот этот путь. И отсюда начинаются проблемы, да, они приходят в студию, разочаровываются, во-первых, потому что им говорят, слушай, нет, все, 3D не делай, рисуй вот скетчи. И много было примеров на самом деле, то есть поэтому, мне кажется, вот это, ну, понимаешь, еще вот есть такое понятие у миллениалс, да, то есть у людей, которые, ну, мы с тобой были до... До динозавров. Да, это во времена мезозойской эры родители. Ну, ты вообще, да. Да, ну, спасибо. Причем я тебя сегодня на 4 года, на 5 лет старше, да? Мы, у нас не было понятия instant success, да, вот сейчас есть такое понятие вот с YouTube, с Facebook, с Instagram. То есть кто-то сделал что-то, и он instant, он стал знаменитый или, там, успешный и так далее. Но таких единицы, понимаешь, таких людей мало. Но вот имея пример наглядный такой в интернете, люди пытаются на это, это брать в пример, да, там. Поэтому, когда называешь цифры, допустим, часто ко мне приходят и говорят, слушай, Джам, вот как ты думаешь, сколько времени у меня займет, чтобы попасть в индустрию? Ну, я смотрю на работу и говорю, ну, 5-6 лет. Ну, а как ты это можешь вообще спрогнозировать? Ну, конечно, я, конечно, не... Нет, вообще, вот в целом, вот ты ведешь курсы, да, и у тебя, ты видишь, и какой процент людей, вот просто чисто, откровенно, ты понимаешь, что, как бы, он же маленький. То есть ты понимаешь, что люди, вот у меня, допустим, такой был пример. То есть вот люди, вот когда я тебе сказал, что ощущение, что ты вот какой-то костыль, да, вот помогаешь, какую-то медвежью услугу делаешь человеку. Вот просто пример. Например, я был как-то весной на мероприятии одном, анимационном тоже, и подходит девочка и начинает плакать. И говорит такая, блин, все, моя жизнь идет под откос, я хочу рисовать, у меня вообще там все плохо, я работаю там где-то, хочу рисовать, там родители меня не поддерживают, а я хочу, все, можете как-то помочь? И так как я очень впечатлительный, я сразу вообще без проблем, у меня есть курс, я тебе могу дать бесплатно посмотреть, если что, я тебе помогу там, бесплатно абсолютно. Ой, спасибо, все, все, круто, 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 все, мы с ней списываемся там, добавляемся в друзья, я ей скидываю это, и все, на этом все заканчивается. То есть, понимаешь, человек как будто бы хочет какую-то волшебную кнопку, то есть он вот в каком-то порыве, особенно много людей вот на всяких мероприятиях таких, вот они ходят, и я не знаю, они как будто бы ищут какое-то волшебство, знаешь. То есть, когда им говорят, что надо просто сесть и потратить какое-то время, это как бы, знаешь, не очень интересует людей. То есть они хотят, или знаешь, как вот сейчас после камеди, просто мне засыпали люди письмами, и очень много людей, которые, о, слушай, чувак, а круто, а я не знал, что так можно. Что так можно было, как ты, я так в смысле, он говорит, блин, да я просто тоже с детства чудиков всяких рисую, давай, слушай, давай, прямо на полноте. Говорит, не, он говорит, давай, я тебе буду просто накидывать идеи, а ты будешь там дорабатывать, как ты там дорабатываешь, и все, понимаешь. То есть, я говорю, блин, чуваки, понимаешь, что, говорю, я 10 лет рисовал там по 8-10 часов в день, и вот это люди, как будто вот этот этап хотят пропустить. То есть им хочется, чтобы ты им рассказал какой-то секрет, а дальше все, там, что, куда, где, где, где работодатель, покажи, в какую сторону работодатель, я пойду туда им управлять. Как вот ты смотришь на своих студентов, да, ты, ну, ты сталкивался же с этим, что люди рисуют, но они как бы не с полной самоотдачей, что ли. Ну, смотри, давай вот опять же разложим на полке, да, то есть, вот та ситуация, вот именно, когда люди пытаются пропустить этот период, она мне напоминает, знаешь, биткоины. Знаешь, когда приходит, ты стоишь на кухне на работе, и ребята общаются, прикинь, есть биткоины, ты вообще ничего не делаешь и бабки зарабатываешь, да? Ну, это само-само определение, оно, ну, нет, не бывает такого. Бесплатный сыр только в мышеловке, правильно? То же самое здесь, ты не можешь просто взять бесплатно какую-то кнопку нажать, и ты скиллы обрел, иначе все, как только это случится, эта профессия не будет стоить ни копейки. Потому что, так же сказать, биткоинами, они были дорогие, когда их было мало, когда все начали инвестировать, он в этот рынок обвалился, понимаешь? То есть, опять же, я не точно, я про биткоины очень мало знаю, если там эксперты мне начнут писать в этом. Они начнут писать, да. Да, спасите свои, не спасите, берегите свои силы. Ну, понимаешь, когда что-то становится экстра, там, если было бы сейчас миллион концепт-художников, мы бы все получали по 10 долларов в час, понимаешь? Понимаешь? Поэтому порог высокий, и поэтому в него нужно много вкладываться, просто так не получится. Ко второй части вопроса, где ты говорил, что сколько, ты думаешь, процентов добьется, ты, как и преподаватель в университете, ты не можешь ручаться за своих учеников в плане, что не можешь им гарантировать, что они все смогут получить то, что они хотят. Возможно, для кого-то этот курс именно нужен для того, чтобы понять, что это не его, понимаешь? То есть ты придешь на курс, ты попробуешь, скажешь, блин, ну это или совсем не то, что я хочу, или абсолютно не та индустрия, или, возможно, не твой профиль. Может быть, ты хочешь не концептером быть, может быть, ты хочешь иллюстратором стать, или матпейнтером, или 3D-шником. То есть курс этот, он тебе дает возможность разложить по полкам и, как бы, понять, куда ты хочешь двигаться дальше. А дальнейший твой успех зависит только от того, насколько ты готов вкладываться в это, и насколько у тебя есть запал и энергия, и понимание того, куда ты хочешь двигаться. По третьей части вопроса я такой же, я нереально сентиментальный, особенно если мне там напишет человек, который там не может себе позволить. Я говорю, окей, без проблем, да? Но вот как ты подметил, почему-то в таких именно случаях люди вообще не стараются. Не заинтересованы, да. Да, они, то есть, а, ну мне упал этот курс с неба, и я буду его делать. Да. Ты думаешь, блин, ну как так? Такая тебе возможность выпала, да, то есть надо ей пользоваться. Просто я помню, когда мне бесплатно дали стипендию в этом, the art department, 10 лет назад. А помнишь, такой сайт был concept.org? Да, да, да. Concept.art.org. И там делали они стипендию, там стипендия была, там, 40 тысяч долларов, что ли, за два года. Я, знаешь, как там пахал? Пока я следующий год уже не смог, потому что я на работу устроился. А что это? Я что-то... Это была первая онлайн-школа, на самом деле. Это было нереально круто. Ну, не знаю, насколько первая, но одна из самых крутых концептов арт-школ. И они вот от этого ресурса сделали... А это самый был популярный ресурс раньше. Он был больше, чем... Ну, Art Station тогда не было, CG Hub был тогда так себе. А вот именно вот этот сайт, там чисто концепт художники-иллюстраторы тусовались. И как бы они сделали вот эту школу, и мне предложили, типа, ты бы не хотел, если мы тебя пригласили. Я говорю, ребят, у меня денег нету. В итоге они мне дали стипендию. Я там год учился, но я понял, я пахал. Я понимал, что это моя возможность, понимаешь? Да, то есть я не брал это как этот. А, ну я там бесплатно, я не буду ничего делать и так далее. То есть, ну, да, интересный ты вопрос, на самом деле, поднял. Потому что часто люди думают, что вот, они увидели, да, вот это, типа, а... Просто, понимаешь, со стороны кажется, что это просто. То есть у меня были там пару комментариев, ну, друзьями не называешь, знакомые. Они такие, во, подожди, ты рисуешь? Ты вот просто вот рисуешь? Я говорю, да. И за это еще деньги платят? Я говорю, да. И знаешь, вот такое ощущение, что у человека мир разрушился. Как там люди, в его голове там люди там, не знаю, на заводах работают, им ладно, деньги платят, а вам бездельникам, да? Ну, блин, на самом деле это такая комплексная работа, да? Ты сам понимаешь, что это. Тем более скилл рисования, это просто скилл рисования, да? Его, помимо, нужно прокачивать, да? Десятилетиями надо занимать. Помимо этого, ты еще в дизайне должен разбираться, в визуальную библиотеку, иметь все вот эти параметры, то есть. И, ну, ты знаешь, вот если честно тебе скажу, вот большинство ребят, кто приходит на наши курсы, они, в принципе, разбираются уже. Потому что мы не делаем прям для новичков курсы, которым еще сложно определиться. И я еще вот что сделал в последнем курсе, я прям расписал, что я буду делать. То есть я там написал, ребят, если вы приходите на мой курс, вы должны понимать, что я не буду там скрывать, завуалировать, ну, куда-то прятать какой-то фидбэк. Если я что-то думаю, что вы неправильно делаете, я вам буду в лоб говорить. То есть ты жесткий преподаватель? Я не жесткий, понимаешь, я очень хорошо могу балансировать. Я ни разу, кстати, не смотрел твои эти лекции. Я смотрю, у меня есть доступ, да? Ты можешь просто засомневаться в себе, если ты ко мне придешь. Ну, на самом деле, не, я совсем не жесткий. Просто иногда людям нужно говорить правду. То есть ты пытаешься как бы... Во-первых, ты не можешь всем угодить, не можешь всем понравиться. А тем более преподавать, как преподавать, ты не должен этого делать. Ты должен прям говорить. Но фидбэк должен быть конструктивный. Я никогда не говорю вещей типа там, это все плохо. Это говно вообще. Я говорю, что говно. На самом деле, я беру пример. Я недавно был в этом CD Projekt. Который Witcher делает. И они рассказали историю про одного арт-директора. Ну, поляки, они так же, как и славяне. Они все такие, знаешь, это прямолинейные. Они могут прям в лоб. Мы славяне, да, ты сейчас сказал? Я почти вырвалась, да? Сколько гнева выльется в это. Давай, скажем, с постсоветского пространства. То есть постсоветское пространство, восточная Европа, они все прямолинейные. И да, и мы славяне тоже. И, как бы, и рассказали, что в какой-то момент ему один зовет сотрудник, говорит, слушай, посмотри у меня там, ну, мне кажется, не очень получается. И он такой подходит и с улыбкой, о, да действительно, это же дерьмо полное. Я теперь вот такого формата использую фидбэк, из-за того, что он как бы с улыбкой комбинируется, ты думаешь, а, ну... У меня, кстати, тут, знаешь, было выступление самое оригинальное. Я выступал в детском саду. Так, ну-ка, расскажи. Ну, у меня мама работает в детском саду. Вот она всю жизнь работала в детском саду. Ну, я туда ходил, в этот сад, и дети мои. И там как бы, не знаю, как преподаватель или кто там, такой, ну, она мне знает, такая, Максим, можешь ты к нам прийти и детям рассказать вот про мультики, как делаются мультики, там, туда-сюда. Ну, а дети маленькие, там, 5-6 лет. Я говорю, ну, они маленькие, ну, то есть, вряд ли получится что-то интересное. Ну, ну, я не знаю, ну, то есть, они, ну, я зашел, посмотрел, они, там, бегают, валяются, там. Ну, и ладно, они уговорили, такие, говорит, это будет классно, там, для осады, самому. Я говорю, окей. Я прихожу, ну, то есть, ну, есть же какой-то опыт, да, преподавания, там, выступлений. А тут совсем другая аудитория, понимаешь? Это вообще просто карапузы какие-то. И они такие смотрят на меня, я такой захожу, здравствуйте, ребята, такой. И начинаю рассказывать, вот, вот знаете, раньше была анимация такая, да, там, рисовали на бумаге, пытаюсь там это все, да. Они такие слушали, слушали, и потом минут через 10 такие, а когда мультики начнутся, типа, вырубай мультики. Серьезно? Ой, блин. Я такой, ребята, я сегодня вам расскажу, как делаются мультики. Мультики там сегодня не будут, я буду рассказывать, как мультики делаются. Они такие, у-у-у, такие, серьезно? Да, да. Я кое-как, кое-как, в общем, дотянул, там, где-то полчаса. Потом говорю, давайте идите сюда, я вам покажу, как на компьютере рисуют Ну, взял планшет, начал рисовать И они облепили, началась драка Ну, то есть там много их Начали там, мне не видно, мне не видно И все Ну, все преподаватели в саду такие Все-все-все, Максим, давай заканчивай Сейчас вообще бы не разгребем это дерьмо Короче, это было очень оригинальное выступление А вдруг кто-нибудь вдохновится чем-то? Нет, там было несколько детей, которые Твои курсы берут теперь? Да Видишь, я начал сразу с самой маленькой аудитории Прям на будущее Планировать Ты сейчас живешь в Лондоне, работаешь, да, как ты мечтал Что дальше ты, как ты видишь дальше? Я просто от тебя несколько раз слышал такую фразу, что типа Ты же не будешь этим всю жизнь заниматься И тебе кажется, это не на всю жизнь? Ну, смотри, там опять же нужно разобраться немножко Довольно общие фразы спрашиваешь Переживания, да? Да Ты когда к художникам становишься, становится это в основном не по своей воле Ты там остался без работы и ты думаешь, блин, что я еще умею? Да, так, я дизайнер, давай визитки буду делать, да? То есть, обычно люди осознанно что-то делают, а мы не осознанно Я вчера об этом, кстати, рассказывал, то есть, у каждого художника есть договор С дьяволом, да, там, будешь художником И там, в первых, сверху написано, у тебя будет классная работа И тоже звездочка маленькая такая стоит Или? Нет, подожди, и такая маленькая звездочка У тебя будет классная работа, ты будешь классно там это, ты будешь ездить И везде звездочки Обычно эти звездочки уже никто не читает, да, как у банков А ты начинаешь звездочки с тебя Классная работа, а там звездочка не всегда Сносочки такие, да? Да, там потом И в один из пунктов в этом договоре говорится О котором ты даже сразу знаешь То, что ты будешь всегда не уверен в себе В каком плане? Вот вспомни все свои проекты, на которым ты работал Из-за того, что они все разные Ты, когда начинаешь этот проект, ты не уверен в себе Ты думаешь, блин, как это сделать? Ну, бывает часто Я уверен, да Ну, потому что ты рисуешь каких-то этих чебурек Голло Допустим, в моем плане Я каждый раз делаю проекты, с которыми я не знаком Jurassic World, да, это динозавры Star Wars, там еще что-то То есть каждый раз это для меня челлендж, да? Это для меня такая вещь, которую я до этого не делал И поэтому И ты работаешь с разными режиссерами То это Гай Ричи, то Стивен Спилберг И ты начинаешь как бы до конца не понимаешь Как, блин, а вот сейчас они про меня все узнают, да? Что я, типа, там Самозванец Проскочил, да, где-то там Стероиды, да То есть у тебя до сих пор роды, да? Конечно Синдром самозванца Причем это не только у меня У всех ребят, вот, которые работают на высоком уровне У них то же самое есть Потому что Опять же, задачи довольно разноплановые у тебя Вот И плюс На поверх всего это настаивается то Что ты понимаешь, что ты уже выходишь в какую-то лигу Ты становишься или слишком дорогой Или ты становишься слишком Вот, кстати, да Медленный, да, там по сравнению с молодыми ребятами А вот здесь я достаточно четко понимаю Что ты физически и физиологически не сможешь в таком же темпе работать так, как ты делаешь это сейчас Поэтому я говорю, что не всегда так будет Поэтому надо как-то перепрофилироваться Надо как-то адаптироваться Вот, вот это как раз немножко пересекает с предыдущим вопросом По поводу того, что Ну много же чуваков, которые раньше Вот ты увидел У него в клиентах там то-то, то-то, то-то Они все в какой-то момент переходят Либо на курсы, либо онлайн-школу То есть это какая-то стандартная практика То есть по-другому никак Либо ты теряешься Потому что раньше, допустим, я думал Там вот когда я совсем там начинал Там я хочу просто зарабатывать деньги Рисовать и зарабатывать деньги Круто, раз Потом я хочу там на западный рынок, да Получилось все круто Мне кажется все Потом кино Я думал, если я попаду в кино Это все, это на всю жизнь И все вообще классно Сейчас я понимаю, что Ну на мой взгляд Эта индустрия построена на молодой крови Есть такое? То есть мне казалось, что ты попадаешь туда Зарекомендовал себя И ты можешь дальше там гнуть ценник И ты всем нужен И так далее Но сейчас я понимаю, что Ты как бы ненезаменимый, понимаешь? То есть ты работаешь там Ты хорошо себя порекомендовал Но через пару лет Люди будут так же рисовать, как ты Но дешевле И ты уйдешь Это правда? Да? То есть смотри То, что мы делаем Очень похоже на музыкальную индустрию Ты выпускаешь альбом С кем ты себя целишь? Филипп Киркоров? Нет С Борей Моисеем Ну неважно То есть ты Ты как артист Как художник Ты выпускаешь какой-то продукт Он людям нравится А тебе начинает говорить Ага И что тут происходит дальше? У тебя есть несколько векторов По которым ты идешь Первый вектор Ты выскочил И тебя завтра уже никто не помнит Такое тоже возможно, правильно? То есть вот есть музыканты Которые там выпустили один альбом И потом гастролируют еще 10 лет И о них никто не знает Правильно? Ну опять же смотри Я вот сейчас об этом всем говорю с тобой И я понимаю, что я вообще практически об этом не задумываюсь Но если у меня будет такая дилемма Мне нужно будет сесть, продумать То есть как я не задумываюсь намеренно Иногда мне кажется, что там нужно что-то делать Но я вот сейчас в данной фазе нахожусь Когда мне просто нравится это делать Понимаешь? Мне просто нравится Я постоянно что-то делаю И постоянно в каких-то проектах участвую То есть да, я делаю курсы Но это просто потому, что мне это тоже нравится То есть я не потому, что безысходность Мне нечего больше делать Нет, не безысходность В том-то и дело, понимаешь? Я вот просто как обычно Вот я сижу дома, рисую Все спокойно Все классно И я там понимаю, что там у меня дети сыты Все нормально Там кредитов нет каких-то Или там уплочено Все Вдруг звонишь ты и рассказываешь Блин, чувак, ты что до сих пор без VR? Ты что, курсы, где курсы, где твои курсы? Ты что, ты через 5 лет все И я такой, блин, блин, блин Вот 5 минут назад все было классно Ты вводишь в заблуждение Нет? Я так никогда не говорил Я просто тебе говорю Ты говорил VR, где твой VR? VR говорил Я VR говорил И вот поэтому у меня сейчас в чемодане VR Я тебе покажу Смотри, еще нужно понимать И раньше я был Мой стереотип-мотиватор Я всегда так делаю Мне просто, потому что это настолько нравится И я вот искренне людям советую Говорю, слушай, вот так И раньше я пытался не то, чтобы прогнуть людей А то я Вот кто со мной работал раньше Они знают Я такой А потом я понял Просто люди некоторые разные Некоторым нафиг не нужно Это, понимаешь? Единственная проблема возникает Когда они потом начинают жаловаться Типа, слушай, чувак Что-то меня никто на работу не зовет Я говорю А ты не задумался? Почему? Он говорит Ну, я делаю классные 2D-картинки Ну, что-то как-то этот Рынок подсох Просто потому, что ты уже устарел Понимаешь? Ты морально устарел Не то, что морально Ты именно вот Именно В инструментарии твой устарел Понимаешь? Сегодня, работая в кино Не зная 3D Ты не можешь просто концерт-арт Там Артистом работать Понимаешь? Ты можешь быть иллюстратором каким-то Можешь работать Там делать какие-то картинки Но если завязаны на Именно дизайн каких-то проектов На дизайне каких-то проектов Ты без 3D не сможешь работать Или тебе прямым путем Надо 3D будет использовать самому Или косвенным Допустим, тебе передают 3D-модель Надо с ней что-то сделать И так далее То есть Нужно бы этот скилл прокачивать Опять же, понимаешь Допустим, в твой случай Ты делаешь персонажей И то, мне кажется Если ты в свой арсенал Добавишь 3D Ты просто Опять Этого угля тебе хватит Еще на 10 лет И будет интересно, понимаешь? Потому что через 5 лет Ты начнешь ныть И одно и то же И потом будешь срать Мне в комменты Типа говоришь Что VR говно И так далее Есть пример И не будем говорить о ком Правильно? То есть Просто ты потом будешь Свои неудачи Списывать на то Что кто-то там что-то делает Понимаешь? Потому что Ну сколько ты можешь Одно и то же делать? Это не просто Тупо не интересно Но При этом я скажу Что есть люди Которым это даже не интересно Просто люди разные Я перестал Не то что обвинять Но я перестал По крайней мере Свою тратить энергию На то, чтобы кому-то доказать Просто если мне кто-то Пишет там В фейсбуке В VR это говно Я говорю Окей Давай до свидания Не просто смысл Этому человеку Что-то рассказывать Понимаешь? У него своя правда У меня своя правда Через 10 лет он будет ныть Там что ему никто не пишет А я буду просто Делать свою работу Понимаешь? То есть Здесь такое На него нет Однозначного ответа На эту тему Но как бы Вот мое видение Такое В этой профессии Столько много разных векторов Которые ты можешь двигаться Поэтому Если ты для этого Что-то делаешь В принципе Ты никогда не будешь Там сидеть без работы Никогда не будешь Жаловаться На то, что Индустрия хуже стала Там понаехали Или там Молодых очень художников Стало Они все обрушили цены Но зато у молодых художников Нет опыта Понимаешь? Понятно, что на некоторых проектах Это никому и не нужно Но вот Если есть Обязательно есть проекты Которые Ты лучше будешь Меньше проектов брать Брать за них больше денег И Так Получать На выхлопе Примерно то же самое Если бы ты был Мало проектов Много проектов За маленькие деньги Ну вот опять же Если Да Хорошо К тому, что ты говоришь Там Больше денег брать А Вот в индустрии готовы К поднятию цен То есть Вот клиенты На твой взгляд Ты вообще Ты же работал Долго в офисе Да А на фриланс Ты ушел Вот прям Вот официально Сколько? Два года Два года Два года Да И что? И как у тебя ощущения? Ну свои плюсы и минусы есть Да? Да Именно по цене образования Конечно фриланс прибыльный Но Фриланс у него То есть налоги больше А налоги Да Это первое Во-вторых Не постоянная работа Ты не знаешь Что будет завтра Да В-третьих В фрилансе Ты не часто Можешь Вот Когда ты работаешь в студии Допустим Ты сделал набросок Ты можешь просто Свою работу показать Арт-директору Там через два часа Он скажет Да Классно Или скажет Нет Не очень То есть Ты как бы Более уверен В том Как ты продвигаешься А на фрилансе Ты должен прям За один-два раза Угадать Что они хотят Иначе просто Они перестанут С тобой работать Правильно Из-за этого Мне кажется На фрилансе Я еще больше времени Трачу Чем на В работе Более сфокусирован Наверное Да Сфокусирован Плюс ты продумаешь Больше вариантов Ну вот знаешь Это же ощущение Когда ты отправляешь Работу И думаешь Блин Что-то я не знаю Что они мне скажут Вообще на это Да Блин Кстати Вот у меня такого нет То есть Вот если Ну как бы я делаю Да Свою работу И клиент адекватный И я практически Всегда понимаю Что ему понравится То есть Если это какой-то Российский клиент Да Это всегда Вот Пальцем в небо Куда-то То есть Ты вообще Не понимаешь Что тебя ждет Еще Знаешь Что Я заметил Что В офисах Сгорают люди Быстрее То есть Они как будто бы Забуксовывают И как-то Огонек быстро пропадает Не знаю Я работал Шесть лет в офисе Да Я туда Каждое утро Приносил Огонек Еще потом Его разжигал А вот Здесь Вот эта Тема О которой Вообще Мало кто говорит Это Я назовем Майнсет Да То есть То есть Как это Состояние Настрой Твой настрой То есть Все зависит От твоего Майнсета То есть Ты Можешь Ту же самую Работу делать Но с разным Настроем И у тебя Разный Получится Результат Понимаешь Если ты Настраиваешь Себя на то Что Эта работа Не очень Зарплата Не очень Компания Не очень Вряд ли На выхлопе Можно ожидать Офигенный Результат Правильно То есть Ты можешь Работать В не очень Хорошей Компании Но скорее всего Из-за того Что ты Не имеешь Опыта Поэтому С твоей стороны Было бы Более грамотным Потратить Это время Там год Сколько Ты в компании Пройдешь Наберись Опыта Когда ты Придешь в компанию Лучше А тебя требовать Больше Будут Понимаешь Просто люди Человеку Всегда выгоднее Сделать Меньше Затрат Усилий И на выхлопе Получить Больше Но это Так не работает Если бы Всех Была возможность Заработать На биткоинах Сейчас Все были бы Богатыми Но так Не получается Это просто Может быть Какой-то Инстант Маленький Ты там Получишь Какой-то Но дальше Со следующей Работой Тебя могут Начаться Пробуксовки А Лондон Как тебе Лондон Ты связываешь Свою жизнь Конечно Да Ну то есть Вот это все Это твое место Ты нашел это место Просто я помню Был такой Пару лет назад Или даже Лет пять назад Ты говорил Это временное Я дальше пойду Куда-то Нет Смотри В плане временного Я с удовольствием Где-нибудь еще поработал Но именно сейчас Я пустил корни Я лунный Собраюсь Остаться Донадолго Вот хорошая страна Во-первых Она красивая Я тебя приглашаю В следующем году Поедем в горы Единственное Там нет туалетов Проблема Проблема Ну мы придумаем Что-нибудь Наверняка Продается контейнер Ведра Ты говорил Там В Америке Ведра Ведра Белые Тебе вообще Не понравилось Смотри Мне ВЛА Опять же Понравилось Как ты Когда первый день ВЛА едешь В Беверли-Хиллз Ты думаешь О боже Да это то Как показывают На картинках А когда во второй день Тебя отвозят Я не помню Как это место называется Там много таких Нет там В одном месте Прямо концентрация Это в центре ЛА И там Как будто Знаешь Робокоп снимали И в конце Робокопа Сказали Слушай Давайте не будем Разбирать эти декорации Оставим И вот они Тридцать лет Уже на этих декорациях Живут Да там Ну просто нереально Крипово То есть ты едешь На машине И Вот Видишь все это Я такой А я прикинь Первый раз туда приехал Рейс задержали У меня была там Пересадка В Нью-Йорке Я в Нью-Йорке Там шторм какой-то Начался И 6 часов Я в Нью-Йорке Просидел И я Арендовал На AirBnB И Заселение Надо было там До 11 вечера А у меня сместилось И надо Ну я там В 3 часа ночи Что-то такое И хозяйка уже Не могла меня принять Мне надо было куда-то Вот Я во-первых Тупанул Я не знал Что там Убер Везде Я прилетаю Ловлю такси В 3 часа ночи Доезжает Такой знаешь Какой-то итальянский Мафиози Такой Сколько Он такой говорит 70 баксов Докуда Ну Туда куда Туда куда мне надо Переночуешься Не Вообще Да Такой Дикий Чувак Я тут Посплю Не Да До места Моего Назначения Он такой 70 Я такой Окей Ну это фигня Потом Когда я обратно Улетал Оттуда же Уезжал Точнее В аэропорт Я на убере Доехал до 7 Баксов Но прикол в том Что я как бы Приезжаю туда Мне хозяйка Поставила Вот есть мотель Там рядом Переночуешь Там А потом Утром Придешь Я туда Приезжаю Он меня Высаживает Этот гангстер Я выхожу И с ноутом Я не спал Сутки Где-то Наверное У меня Две пересадки Было Я подхожу К этому Мотелю Там знаешь Как в кино Окошко Просто Мест нет Все И все И закрывает Я стою Хочу спать Я вообще не понимаю Что происходит У меня ноут У меня деньги Там как в этом Любовь и голуби Зашиты В этом Я начинаю Просто Ночная улица Паника Вот эти Как в робокопе Ты говоришь Лежат люди Там Говорят Я иду По этой улице Пустой Абсолютно Еще один мотель Увидел Подхожу Опять Раз Нет места Я вот так вот Шел по улице К мотелю К мотелю К мотелю В итоге Там нашел За 100 баксов Тоже Переночевать Но это знаешь Тоже как Старикам Тут не место Двухэтажные Знаешь Заходом Железное Заходишь Там такой Пропеллер Кошмар Дверь Закрывается Там даже Замка нет Там какая-то Такая штучка Типа шпингалет Я не знаю Что это такое Я аж прям Я даже не помню По-моему Я даже подпер Чем-то Чтобы Я потому что Так хотел спать Я И это было Там стрёмно Реально Прям спать Я Я взял Деньги У меня там 2000 долларов С собой было Вот так вот В подушку сунул Обнял ее Потому что Мне было ощущение Что у меня сейчас Кто-то Зайдет И отнимет Это все Я лег Проспал Там не знаю Несколько часов И все Пошел Это было Первое знакомство С ЛМ А зачем тебе Нау Это же По карте Можно Я не помню Зачем он мне нужен Спрашивает человек Когда я первый раз В Лондон переехал В 2012 Или 2011 Я договорился Что снять квартиру Они говорят Да-да Все Приберем Там депозит 2000 фунтов Я говорю Без проблем Я иду в МПС В бухгалтерию Говорит Дайте мне 2000 фунтов Они говорят Зачем Я говорю Ну мне нау Нужен Короче Это был Единственный раз Когда я в руках Держал 50 фунтов Купюру Это было Блин Сколько там 8 лет назад То есть они офигели Они мне дали Вот эту Пачку 2000 фунтов Я прихожу В это Риэлтора В агентство Ребят Я принес депозит И выкладываем Эти пачки Они говорят Не-не Нам нау Не нужен Я говорю В смысле А ты был Не с чемоданом Нет Не такое Знаешь В пальто Мне пришлось Идти в банк На свои карты Эти деньги переводить Блин Я себя таким Боратом чувствовал Такой Из биде попил Ну почти Это же я Когда первый раз В штатах был Вот в сентябре Я с Нью-Йорка же начал Потому что я хотел Как борать И всем на улице Подходить Здравствуйте Я очень Очень рад вас видеть Очень рад вас видеть Не Ну поездка В штаты Классная была Я посетил все студии Я был в Lucasfilm То есть Работал То есть Не знаешь Там такая Кампус Такой там Мастер Йода Стоит Ты понимаешь Что ты находишься В центре Откуда все кино пошло Ну именно В нашей индустрии Но работать Ты бы хотел Там Ты как бы Знаешь Я тоже был В Paramount Ты как бы Это круто все Знаешь И круто Но такое ощущение Что круто Просто там ходить И тусоваться Но вот работать Не знаю Хотел бы я там То есть Там все комфортно Все круто Но не знаю Хотел бы я там Года Допустим Несколько лет Проработать Наверное нет Ну у тебя Немножко другая ситуация Ты же этот Любишь эти Подольские крабовые палочки Поэтому Там кукурузные палочки Завод по кукурузным палочкам Да Я выстрелил Не попал немножко Вот смотри Я За опытом бы съездил За опытом Да Вот только за опытом То есть там Работают люди Которые там Больше меня знают Лучше меня это делают И обязательно В какой-то период Возможно бы хотел Быть туда поехать Но сейчас Я ничего не прогнозирую Мне 2-3 года Минимум нужно быть в Лондоне И дальше уже посмотрим А ты уже гражданин? Да Да? Да Ну ты Как-то Отношение вообще К людям Не гражданину Уже поменялось? Конечно Начал уже говорить Приезжают там всякие Ну вот ты приедешь И посмотришь Не, на самом деле приезжают Мы поедем в Шотландию В Шотландию Просто очень нереально круто Там мы обязательно съездим Возьмем палатки Ты будешь спать снаружи Потому что Я никогда не ходил Никакие палатки Никакие А все остальные снаружи Это я тебе отомстил За славян У тебя есть вот Кстати тревожность Вот от этого всего? Есть То есть это по-моему Это такая типичная фигня Она реально задалбывает Я когда слышу шум компа своего У меня уже начинается Эта тревожность Поэтому я в последнее время Начал на айпаде рисовать Потому что он мобильный То есть ты можешь сидеть там На диване И делать наброски А вот это нужда Сесть за комп Да Хотя ты же на аймаке У тебя же нету звука Нет? Нет Но все равно Я не знаю У меня глаза сильно устают То есть я вот со временем Чем больше работаю Тем больше понимаю Что блин Глаза просто офигевают То есть если раньше Я там 10 часов мог сидеть И мне было пофигу Сейчас там 4 Я уже Тяжело Хотя со зрением нормально пока все Ты уже Ну пока А у тебя все нормально? Пока да У меня еще в Ярсе Но я стараюсь Ярверда 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 Я стараюсь дозировать Ха-ха Не, я же Я хотел Я почти Ты видел на фейсбуке Я почти Я уже был близко Не, 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 смотри Давай вернемся в теме Потому что на самом деле Интересно Смотри Мне нравится Мне нравится просто Наблюдать за всем этим То есть Ты делаешь одну вещь Делаешь там набросок быстро А, ну да Наброски можно А что-нибудь посерьезнее Можно сделать Ты делаешь Что-то более посерьезнее Да там Не, ну а вот прям Еще более посерьезнее Блин, ребят Сколько можно вам показывать Любую вещь можно делать Зависит от того Что ты умеешь делать Понимаешь Главное качество Неоспоримое То, что эта технология Тебе позволяет Двигать Объекты В шести По шести По трем осям Да, то есть туда-сюда В шестих направлениях То, как Ну, six degrees of freedom Называется Ты когда работаешь Во-первых, ты в 2D когда работаешь Ты двигаешь все вот так Да Остальное это симуляция Да То есть Когда ты в 3D работаешь Ты все равно двигаешь В плоскости Но остальное при этом Можно повернуть Еще с других ракурсов Да Но в любом случае Ты работаешь вот просто В одной плоскости Ты поворачиваешь потом И делаешь Дальше А в VR ты можешь Именно перемещать Объекты Это тебе позволяет Там делать Более сложные формы Намного быстрее Ага И это открывает Новые возможности Это позволяет Просто Прочувствовать Как бы Некоторые нюансы Намного быстрее И Ну Художники же Им надо все показать Сделать на блюдочке Блюдечки положить А потом они придут Скажешь А да Классно Никто сам Не хочет напрягаться И при этом Эффект краба Ты напрягаешься Тебе не дают То есть Знаешь да Когда в ведро Положить одного краба Он сможет выбраться А если там их будет Много А ни один не вышит Потому что Каждый раз Когда один пытается выбраться Его другие за ноги тянут Да Ну Это скорее всего Буллщит Но звучит Правда Подолго То есть Ты как бы Этот Стараешься Что-то делать И вот Вместо того Что поддержает Начинается Да нет Это хрень Да То есть Это вот Это классика Это не только у художников Есть в любой индустрии Такая же вещь А это уже Ну и то есть Это внедрилось уже В концепт-арт То есть люди работают уже Конечно Или это просто пока Я сейчас тебя чем-нибудь кинул На аватаре ребята работают На аватаре Делают концепты VR Потому что у них Очень много таких элементов Которые вот Как будто руками сделаны И единственный вариант Это сделать Это делать VR Понимаешь Ну видишь Я был близок Но Ты близок Я выбрал Сделать подкаст Нет Ты сейчас вот у меня Попробуешь этот Как Он чемодан лежит Блин Ты его с собой Даже носишь Я ношу с собой Мы на тебя оденем Там потом будет Твоё ДНК Если ты умрёшь Когда-то Мы клонируем тебя Кстати Скучаешь ты По Дажикстану Ну конечно У меня там Ну это Родина Родители Семья Я езжу периодически туда Стараюсь почаще Сейчас родители В возрасте Довольные Понимаешь Я на самом деле Многим это не понравится Для меня Вот На данный период Я бы удалил Графу национальность И понятие родина Это очень растяжимое Понятие Сейчас Потому что Родина В основном Притягивается за уши Когда ты на жопе сидишь И тебе нужно Как-то рассказать всем Что когда-то Что-то ты там делал Типа Вот там Мы там Выиграли это Мы Подожди Или там Мы написали Там Какие-то Ну Какие-то писатели У нас были Ещё кто-то Уверенный все Человек За уши Не будет Притягивать Кого-то Из прошлого Правильно Я знаю Что многие Это осудят Но я всегда Об этом Открыто говорю Вы К тем людям Вообще Никакого отношения Не имеется То есть Они это сделали Респект Мы все это Помним Мы все это Уважаем Но Вот именно Физически Вы К тем людям Вообще Ну И чаще всего Эти люди Которые делали Что-то Они не думали О том Что делаем Это для родины Они просто делали То что им нравится И всё Мне кажется То же самое Национальность Допустим Вот ты меня Если на прямом Серьезном вопросе Спросишь Кто я Я не знаю У меня папа Полутаджик Полузбек Мама полурусская Полутатарка Кто я То есть Для меня это не важно Вот реально не важно Я 10 лет в Турции Жил Я знаю хорошо Турецкий Сейчас я Гражданин Англии То есть Я по мере того Как я расту И живу Я эволюционирую И в каждой культуре И в каждой нации В каждом месте Есть свои Интересные люди И мне Всегда пытаюсь Я позитивно Русски на это смотреть Но блин К сожалению Для некоторых людей Это имеет какое-то Мега значение Почему-то Кто-то Откуда И зачем Ты это делаешь Я согласен Когда я рисую картинки Там же не написано Что я там Не знаю Из Таджикистана Приехал Меня Меня вот это Удивило Когда я в Америке был Когда я там Общался Работал Точнее То что Всегда Когда ты Сталкиваешься С российскими Заказчиками Они всегда Помимо того Что они тебе говорят Как мне кажется Идеально Они должны говорить Мы делаем Классную вещь Какую-то Крутую Интересную Вместо этого Они говорят Мы это делаем Для чего-то Либо это ответ Голливуду Всегда Мы делаем Ответ Голливуду Или у нас будет не хуже Чем у Голливуд Или у нас там Сейчас будет вообще круто И мы покажем кому-то Там что-то Или даже было такое Что мы это делаем Для наших детей Для потомков Вот такое даже было И всегда это В итоге получается Какой-то Отстой То есть всегда Последние Вот несколько лет Опыт с российскими Заказчиками Негативный Абсолютно Всегда Сто процентов И наоборот Западные Вот я когда общался С Гором Вербинский Это дядька Седой дядька Но он с горящими глазами Рассказывает Про свою идею мультика Понимаешь Он скажет А этот А этот такой будет А этот такой Он это показывает Знаешь Что он не может словами объяснить Он это показывает Но он не говорит Что мы будем Кого-то там побеждать Кого-то Он просто делает По фану Это Дядечке 60 лет Там под 60 Да И он с горящими глазами Говорит о том Что он хочет сделать Крутую штуку И все И вот мне кажется Вот в этом прикол Что как бы Чтобы сделать что-то крутое Надо не оборачиваться Там Не на Вот В сторону там Родины Да Что я делаю для Родины Да Или Просто делай Кайфовые вещи И все Все Тебя сожгут Макс А смотри Я стал полностью согласен Вот Опять же Я лично никогда Профессиональным Боевым искусством Не занимался Да Но я знаю Что ты боксировал Боксировал Но я знаю Что уверенные По-настоящему Сильные люди Которые могут тебя вырубить Они никогда этого не сделают Если То есть Уверенные в себе люди Они ведут себя Спокойно А вот Которые где-то там Что-то нахватались Они везде ходят Там Шэдоу-боксинг делают Да там Да-да-да И как правило Вот из-за них Все проблемы Правильно То же самое В этой индустрии Вот гору Вербинскому Зачем кому-то Что-то доказывать Он делает это Потому что Ему-то нравится Понимаешь А мы все пытаемся Кому-то доказать Вот сейчас я поеду туда Я там покажу Всем и так далее Да Там всем по офигу Смысл Смысл Неправильная установка Понимаешь Да-да-да То есть Как бы Идея Как будто бы Всегда какая-то Высочайшая И какая-то там С приплетением Диалоги Там Но в итоге Результат Отстойный И А там наоборот То есть Идея сделать что-то Ну такое Развлекательное Что-то Да То есть Но подход Очень глубокий И очень такой Детальный И Вот это круто Очень круто Ну смотри Можно добавить Что соревновательный дух Это неплохая вещь То есть Это разные вещи То есть Те же самые спортсмены В боевых искусствах Которые Спокойные Как этот Они Все равно Когда они соревнуются А у них есть Соревновательный дух То есть Это не то Что одно Другому не мешает То есть Ты когда работаешь На проектах Ну как-то В каком-то смысле Соревнуешься Не ну да Ты видишь Как другие делают Это должно тебя Направлять не в плане Я вас сейчас всех Сделаю А в плане того Что было бы круто Если бы я смог Вот как бы сделать На их уровне И было бы круто Если мою работу То есть Соревновательный дух Наоборот Он тебя драйвит Идти вперед А когда ты пытаешься Это сделать Только ради того Чтобы там Выглядеть Чем лучше Лучше чем другое Так вот это Наверное Неправильно Да Точно Полностью согласен Так Таджикистан Мы это Я хотел Поедем Скучаешь Скучаешь А ты хочешь приехать Туда и туда Не-не-не Я имею ввиду Ты скучаешь По Таджикистан То есть у тебя Ну По-любому У всех есть Какое-то Знаешь Мини-родина Ну какое-то Место Которое постоянно Не знаю Там преследует Во снах Нет Нет такого Смотри Мне сложно сказать Потому что я в 17 лет Уехал в Турцию Я 10 лет там жил То есть я сейчас Почти 10 лет Приближаюсь в Англии Да Получается Если так собрать Ну где-то я 20 лет Вместе с детством Прожил в Таджикистане Я скучаю по людям То есть вот Конкретные люди Это моя семья Там мой сын То есть Людей Которых я люблю По ним никак Невозможно Это убрать Да То есть Прям хочется с ними Там проводить время По местам Но если честно Места эволюционируют Все твои места детства Которые ты узнал Они уже не те Ты честно Мое детство Умерло в зоопарке Я как-то пошел Недавно с сыном В зоопарк Ну как недавно Лет 5-6 назад Я зашел туда и подумал О боже Это не то Ну ты понимаешь Все маленькое Такое уже стало И ты как бы Это Поэтому Опять же Ностальгия Она такая вещь Она Через 10 лет Ты будешь скучать По Вот этим Ям Она постоянно Приходит и уходит Я как бы Не привязываюсь К местам Я Определенно Привязан к людям Но вот именно Как бы Типа Я хочу вернуться И это кстати Вот Одна из самых проблем Основных людей Которые переезжают На новые места Они пытаются найти Там то же самое То что им нравилось У себя на родине И возвращаются Говорят О мне там не понравилось А что тебе не понравилось А там пищевой соды нет Или еще что Ну такие глупые вещи Думаешь Блин Как То есть Ну опять же Я перестал таких людей Не то что осуждать А критиковать Все люди разные Кому-то вот нравится Вот я explorer Да мне нравится Там новые места Переезжать Мне нравится Там адаптироваться А некоторые люди Очень сильно привязываются Это их выбор Поэтому Я его уважаю А ты что-нибудь делал Вообще Вот есть заказчики Из Таджикистана Были у тебя Что-нибудь такое Ты что-нибудь делал Вообще Был Мой друг Друг Да Он набирает мне Как-то разванок Он говорит Слушай, блин Срочное дело есть Я говорю Да, без проблем Ну он говорит Надо пообщаться Я говорю Хорошо А где ты Он говорит Я стою Выгляни из окна Я выглядываю Смотрю Над Дорогой Через дорогу Нормально Да так Я говорю Я спускаюсь Выхожу Сажусь Он водитель А я к нему подсаживаюсь И типа О, привет Там сто лет не виделись Туда-сюда Он говорит Блин, помоги Я делал Я тело запускаю Я знаю Я знаю Ты крутой У меня денег Вообще Нету Но мне Надо Просто Стартап Важный Ну Задача Я На самом деле Я Довольно Эмоциональный Человек Я верю В такие Вещи Ну, с возрастом я прокачиваюсь уже Я говорю, окей, а что за бизнес? Он поворачивается и говорит, слушай, слушай, передай, передай Вот тут рулон Я ему передаю, знаешь, рулон туалетной бумаги Короче Да ладно Я типа, вот у меня бизнес, я запускаю эту туалетную бумагу Можешь брендинг сделать? Я говорю, чувак, извини, я не могу этого сделать Он говорит, как? Ты же делаешь динозавров для фильма Это же фигня для тебя, да? Я говорю, блин, ну вот видишь, некоторым людям кажется, что это одно и то же Знаешь, как ты к доктору пришел, там у меня сердце болит От того, кто на этот рот открывает Слушай, а мне там кариес еще, можете посмотреть? Да-да-да, заодно Да-да-да И бесплатно Это и есть такая тема, да А так, посерьезно, нет Ну, а там, ты вообще следишь, что там? У тебя же там брат, да, живет? Да, у меня брат, ну как я? Смотри, знаешь, еще я с возрастом понял, на что не стоит расправлять внимание Это если у тебя нет объективной информации А ее в данные дни очень абсолютно сложно понять То сложно что-то сказать, да? Ты не можешь получить просто объективную информацию Да, ты Потому что слишком много, не то что fake news, да, там, а сбросов, да Там кто-то что-то сказал А ты начинаешь копаться На самом деле не так было сказано, да? То есть человек переворачивает, люди переворачивают так, как им удобно И поэтому не имея над этим контролем Контроль, я просто понял, что не имеет смысла в это физически, эмоционально вкладываться, понимаешь? Я лучше буду кубы свои в блендере двигать и на это время потрачу Поэтому на вопрос, когда через 10 лет мне скажут, как ты научился хорошо блендера? Просто не слушал Я просто не тратил время на то, что я там писал, кто кого там в Донбассе убили Я не могу получить объективную информацию, абсолютно, понимаешь? То есть ты смотришь новости английские и там по-другому Смотришь российские и там по-другому Смотришь там И из-за этого, ну, блин Я, кстати, этим летом первый раз путешествовал на машине долго Именно ехать надо было из России в Молдавию И путь лежал через Украину Я хотел через Европу, да? То есть все такие, ты как там Украина, ты чё там? Ну, у меня же есть знакомые И то, что они рассказывают, абсолютно не совпадает с тем, что по телевизору То есть не едят они детей? Они там не едят детей, во-первых, да И мы такие, поедем через Украину, всё И мы поехали, ехали там целый день, останавливались там в Киеве То есть абсолютно Отличная страна Абсолютно всё нормально Мы там, единственный был прикол Мы, короче, проехали целый день через Украину И потом навигатор нам повёз через какую-то заброшенную дорогу Сто километров заброшенной дороги То есть там срезать А уже ночь Мы едем И было реально вот стрёмно То есть там, во-первых, не освещение Только, знаешь, плиты И заросшие такие деревья И мы реально было стрёмно ехать Часа два, наверное, мы ехали Подъезжаем Там какой-то... Я вообще боялся, что мы просто приедем в какой-то тупик Приезжаем на Приднестровскую границу Нас там пропускают И Приднестровская граница начинается А, ну, знаешь, Приднестровье Это такая непризнанная республика То есть у них там тоже так проблемы свои есть Я подъезжаю Там вообще ничего, темнота Я подхожу к будку Включается свет Там женщина, знаешь, такая как будто проснулась Такая, пум Такая, здравствуйте, здравствуйте Такая, говорит У вас есть страховка Приднестровская? Я такой говорю, нет Она говорит Ну всё, разворачивайтесь Я такой говорю, как? Говорю, давайте купим здесь Она такая, не-не, здесь нету Я говорю, ну а как? Ну, говорю, женщина Мы два часа сейчас пилили по таким зарослям Она такая, я не знаю Что делать, что хочешь Такая вообще Просто вот без каких-либо Я такой говорю Ну идите, идите, возвращайтесь в Украину И переезжайте там через другую какую-то Я говорю, мы не поедем Я уже три часа ночи Говорю, у меня сил уже нету Всё, нам осталось ехать Там километров пятьдесят всего Дальше был, короче, прикол Конечно, уже мы ехали сутки Или сколько-то уже, знаешь Уже спать охота тоже Она такая Ну ладно Чем вы занимаетесь? Я такой говорю, художник Она такая Картины, значит, пишете Я такой говорю Нет А как? В кино работаю Значит, вы можете мне быть полезным Ой-ой-ой Так Так дальше Я такой говорю, в смысле? Говорю, знаете, я Ну, роль вам не смогу дать в кино Начинаю прикалываться Причём Лили такая Выглядывает такая Что там? Она такая Женщина, сядьте в машину Короче, знаешь Ну, точно Она такая агрессивно настроена И тут она узнала, что я работаю в кино Она такая А у меня есть дочь Да-да-да Молодая Я такой говорю, я женат Извините Короче Она такая Ну, я не знаю Оставьте свой контакт Вдруг пригодится Я такой Чё, серьёзно? То есть, вы мне сейчас сказали Что нет никаких шансов вообще проехать? А сейчас Спустя десять минут Вы говорите Просто контакт Да, оставьте там Я ей пишу Адрес своего сайта И она нас пропускает Представляешь Мы садимся в машину И люди такая Чё такое? Я такой говорю Ты прикинь, ты это рассказываешь И мы едем Четыре часа ночи Какое-то поле Чё вообще происходит То есть, вот Кошмар Очень-очень необычное было Интересно Ну да С нашей профессией Вообще сложно рассказать Иногда Что ты именно Конкретно делаешь Мне кажется У тебя на Таможне Часто такое происходит Постоянно У них просто не исходится Таджикский паспорт Человек, который работает в кино Это просто, да? Это два острова Которые 65 миллионов лет назад Отделились друг от друга И они, знаешь, как дрейфуют Отходят вот так И тут вдруг человек показывает Что, оказывается, нет Они где-то там Соединены В каком-то Да-да-да Ну, блин Знаешь, на самом деле Я вот Давно перестал Тратить свою энергию На ненужную информацию Ненужные дебаты Ненужные У людей У людей есть свои убеждения Они, причём, с пеной на губах Пытаются это часто рассказать В интернете, в фейсбуке Мне это не нужно Я делаю свою работу Мне нравится это Я делаю Я это рассказываю другим Если кому-то это нравится Супер А тем более Нет ничего более приятного Когда тебе в интернете люди пишут Типа там Слушай, чувак Я вот 4 года назад Посмотрел твой курс по 3D-коту И он Он изменил мою карьеру И от меня там взяли на работу Когда читаешь вот такие вещи Ты всех вот тех мудаков Которые писали Типа Ааа, там, чё, там, как Там Просто их всех в одно место Собираешь Вот так через shift Delete Знаешь, вот так Ага То есть Потому что Именно поэтому я считаю Что курсы нужно делать Потому что есть всегда люди Которым ты нужен Ага И они с радостью придут И у тебя будут учиться Если ты искренне это делаешь Тебе есть чем поделиться Это нужно делать Потому что всем кажется Что делать курсы Это О, блин, чувак Там делает курсы Бабки зарабатывает Ты не охренел Ты знаешь, как сложно Делать все это Понимаешь И опять же Ты делаешь это Для тех людей Кому это нужно И когда тебе люди Это пишут Подтверждают Это говорят Я пришел к тебе Там Естественно Ты вкладываешь им Даешь начало Да, то есть Они Большинство из того Что они потом делают Это они сами делают Но ты им Просто даешь Вот нужный толчок В нужном направлении Из-за этого Мне кажется Что нужно это делать И пока есть энергия И есть о чем рассказать Я буду это делать Да Это клево Клево Ну, а Есть у тебя пример Чуваков Которые С твоего курса Они куда-то Куда-то запилились Потом В нормальные места Есть А ты поддерживаешь Эту связь Я очень хорошо Поддерживаю связь Со всеми русскоговорящими Как правильно Славяне Надо назвать Ну, я не знаю Ты полчаса назад Говорил, что ты словинин Я этого не говорю Я Встречался со многими Прямо Мы пересекали В живую Общались Именно по факту Ребята Вот Как он Александр Дударь Он работает CD Projekt Red То есть он перешел В новую компанию В Есть Петро Итальянец Он только что Во фреймстор устроился Там Есть ребята Но опять же Я считаю Что это не моя заслуга Что они туда попали Моя заслуга в том Что я им подсказал В каком направлении двигаться Они потом То есть ты это воспринимаешь Как Ну Возможность сократить путь Человека То есть На мой взгляд Человек Если у него есть стремление Ты Он сам найдет Вот выход То есть он придет к этому А человек Который У которого нет этого Ты его учи Не учи Он все равно не дойдет Ну это всегда так Это начинается в школе И продолжается в университете То есть Ты не можешь ручаться за каждого И ты Абсолютно было бы неправильно Всем говорить Стопроцентная гарантия А еще Вы получите Классную майку То есть мы не телемагазин Мы не продаем Мы продаем серьезные здания Понимаешь Поэтому люди Кстати мы не рекламировали Ни разу даже Вот мы же не рекламировали То есть я даже специально это делал То есть мне предлагали Там давайте мы там Разместим там где-то Еще что-то Ну как бы Мне кажется Прикол вот Нашего Да Вот этого Мероприятия Всего в том Что мы реально не рекламировали То есть Это не основная наша работа То есть Большинство курсов Которые Вот я натыкался Да Я видел что Люди зарабатывают этим только То есть они как бы Мало квалифицированных специалистов Они Это их бизнес То есть они этим зарабатывают Больше ничем То есть они как бы Продают Продают вот эти вот Знания Да Куда-то Но они Параллельно То чему они учат В этой сфере Они не Не работают У нас же наоборот То есть мы Основную часть Времени Мы работаем А когда Появляются там Какие-то возможности Окна Набираем Согласен Согласен Но блин Придешь Если бы Если бы не ты Не твои Вот какие-то Моральные такие Толчки Я бы не сделал То есть я Вот когда МДП Вот это все Загнулось Я кстати помню Последний же ты был там После меня Да Спасибо Я помню Что я Предпоследний был В минусе И последний Я заболел Я помню Что там был Минус Я не знаю 700 тысяч Где-то Рублей Минус Я это уже Понимал Когда Все Организовалось Все приехали И такое Это было состояние Я заболел Мне плохо Я понял Что я попал На деньги Вот это все И Еще помню Кто там был Там были Вот эти чуваки Из Польши Ты и Марк По-моему Да И как-то это все Было не так дружно Как в прошлые Разы То есть В прошлые Как-то все Я помню Как-то мы Прямо сдружились А тут Мне что-то И не до этого И я приехал И ну как бы Лег И я прям Сутки проспал Не поднимая голову От подушки Иду Нахрен мне Это вообще нужно И вот Если бы не ты Я бы не стал Делать эти курсы То есть Я бы не раскачал себя Я бы нашел Много Но Причин И я бы не стал Это делать И как бы Ну вот видишь Но сейчас Да Сейчас уже По прошествии Двух лет Вот то Что я заработал На курсах Это позволило Мне перекрыть Все вот те убытки Которые Которые я получил На семинаре Поэтому вот Из списки Как из вот этого Списка проказа Который у тебя был Можешь мое имя Вот такое налить То есть Это или Войтек Или Дарек Или Марк С тобой Сколько знаком Уже лет Я не знаю Там семь Может быть Восемь Мы там Что-то созваниваемся Иногда Но это вот По там Что-то по сайту Я вообще Понятия не имею Там что ты смотришь Что ты слушаешь Ты там рэпер Ты металлист Кто-то Что ты вообще Вот что ты Смотришь Там в ютубе Там что-нибудь Я сейчас же Иду курс На курсе Дискорд есть А я заметил Что Дискорд Показывает Чем ты пользуешься То есть допустим Ну я играю Периодически в Старкрафт Но в основном Вот за это время курса У меня просто запускается Бэтлнет Вот это Менюшка Старкрафта И он мне пишет Типа Джама Джурабаев Играет в Старкрафт Я такой думаю Ну-ка А что он еще пишет Да там Я сейчас открою Сайт Да там он мне напишет Да Джамбан Но оказывается Он это не делает Ты когда сказал Я подумал Смотри Именно в музыке Я прошел через все эти Круги Как это было В Таджикистане Вот в детстве Я помню Что у нас Например По району идешь И там Ты мог нарваться На там Что слушаешь Ты говоришь Рэп Назови пять групп Ты должен назвать Я помню Что я ни к чему Не приятно Я знал Я всегда себя чувствовал Каким-то аутсайдером Потому что Во-первых Даже когда у тебя были Конец восьмидесятых Мне было 9-8 лет Мы там Слушали всякие Диппирплы Всякие То есть я никогда Не слушал какие-то Знаешь Блин Опять же Сейчас я назову это Папсой Напишут Такую ерунду Смотри Потом я Я даже очень активно Тогда не было же Музыки в интернете По факту Она была Но это нужно было Входить в ARC Там скачивать Там пишешь код Там допустим Get Там Corn Там еще что-то Там Название .mp3 Ты пишешь полностью строкой Он тебе потом загружает Этот файл У меня была Целая Целый мешок с дисками У меня было 500 дисков этих То есть я И что там было? Ну я слушал Нью металл Я делал Такие вещи Рэп нет Хотя я брэк-данс Увлекал Но рэп Как бы это не основное У тебя по-моему длинные волосы Да То есть это было у тебя Вот такое А сейчас я слушаю Какой-то инструментал Просто чтобы Не перегружать мозг Музыка это клево Я в этот Недавно Есть такой Ну по крайней мере Сейчас мне нравится Чувак Олафер Арнольдс Называется Ну он этот Ну у него такая музыка Это у него есть Инструментальная тоже группа Но его чисто Ну как это Я даже правильно Не знаю как это обозвать I'm Ambient Может какой-то Я в Лондоне Я зашел куда-то И у меня реально Барсетка какая-то В руках Знаешь Пакет просто Вот такой Знаешь Внизу когда в пакете Лежит какой-то Предмет тяжелый И он такая Знаешь Вытянутый Я смотрю Правым глазом Поворачиваюсь И там Олафер Арнольдс Выступает Ну нифига себе А когда я только Переехал в Англию Для меня стало шоком Как можно билеты За год заказывать То есть вот Если ты хочешь Пойти допустим Я не знаю На кого-то Да там Кто-то приезжает Там Ты должен за год Заказывать Да Ну там Хантзиммер приезжает Если хочешь в хорошем месте Нужно за год Для меня Ну ты чё И я такой вот С этим же менталитетом Так с этой Барсеткой Захожу в этот театр И говорю Слушай А есть место Они так на меня смотрят Блин Ты знаешь Мы не знаем Ну такое выражение Я точно формулировку не помню Но типа Ты похож С луны свалился Ага Ну вот Знаешь Есть одно место Кто-то не пришел Или кто-то отказался Ага И ты попал Я с этой барсеткой Единственное Я в туалет не сходил Я до конца не смог досмотреть Я уже в какой-то момент Ну вот это так было красиво Знаешь Вот Так как они умеют На западе делать Я думаю Сейчас в России Тоже могут уметь делать красиво Вот это шоу по цвету У меня просто мама Художник по цвету И вот я помню Как в театре Какие максимум Что можно было сделать Здесь такие нереальные вещи делают Они там Группируют цвет Знаешь Как мы делаем То есть Передний план Задний план Пускают его на плейнах Как-то там Что-то как-то делают То есть Дымку можно не просто Вот так пускать Как когда Киркоров Выходит Знаешь По земле А там как-то Она вертикальная Она там движется Там такие вещи делают Я просто офигел Круто Я вот стараюсь В последнее время Больше в это вкладывать Времени Пока не очень получится Но план Во что Во что Подальше Ну вот Больше ходить По музеям Делать Слушай А у тебя У тебя семья Прям Такая Ты в такой среде Рос Ну Мне просто удивительно Да Там То что ты там Не бухаешь Не куришь Там Мама в театре То есть Ты знаешь Ну да У меня папа Он был танцор Танцором балета То есть Он танцевал В оперном театре Мама там же работала Художником по свету Потом она В кукольном работала Ну не Я однозначно скажу Что мои родители Это мой первый источник Вдохновения И я как бы Благодаря им Я многим вещам Научился Я рисовал То есть Они никогда не говорили Нет Они меня постоянно толкали Давай, давай, давай Делай так далее Вау Ну сейчас они уже так Возраст А не пью я Да Я не пью Это моя фишка Тебе вижу Это даже одноклассники Просто уже В шоке В шоке Но моя фишка Не то что я не пью Я никогда не пробовал Офигеть Подожди Ну то есть Вот в твоем окружении В подростковом возрасте Тебя не было Или ты просто Характер такой Смотри Как ты не попал Под это влияние Как получилось Во-первых Я попал В лицей В интернат Когда мне было 14 лет 13 скажем А у нас в тот момент Как раз разгорелась Гражданская война Ну естественно В этом интернате Как-то я не знаю Мы настолько Учебой были заняты Как-то это Даже в школе Начинается все Вот это Там тебя Там вечеринки Там пум-пум А мы там учились Там нереально Просто серьезно Трудно было учиться Вау И как-то не разрешали И поскольку был интернат Я даже не помню Что кто-то приносил Что кто-то бухал По-моему Наказывали за это Но я говорю Это при этом Мой брат такой же Он тоже никогда не пил Поэтому я не знаю Откуда у нас эта фишка Класс А потом я как-то Проскочил этот возраст Когда там Это было прикольно А потом уже думаешь А че А сейчас уже наоборот Классность Ты чувствуешь Что ты Немало Ничего не потерял И наоборот Деньги точно сэкономил Блин Это вообще Очень круто Очень круто Потому что Я мало знаю Людей Которые вот так Не поддались Влиянию Какому-то Такому дурацкому Ты понимаешь Знаешь Ты в тот В тот период Ты думаешь Что ты Ты должен Социализироваться Вот в таком плане Потому что Это как-то важно А сейчас Ты понимаешь Такой бред Но в тот момент Тебе казалось Что это круто Что-то такое Запрещенное У меня Поскольку мама русская Она из Сибири Новосибирска Из под Новосибирска Ну и раз в 10 лет Стабильно Раньше чаще ездили После развала Союза Мы там Два или три раза Всего были И вот мы приезжаем Туда Я, брат У нас папа темный Поэтому Мы такие Знаешь Как эти Белые лошадки Темные лошадки У меня папа тоже темная Мама Вот И У меня был дядя один Он уже умер К сожалению И вот мы сидим за столом Ему Во-первых Интересно с нами пообщаться То есть он нас давно не видел И в какой-то момент Он говорит Типа там Ну Давай, Джам Давай Бахнем Я говорю Нет, дядь Ген Я не хочу Он прочитал это Как сегодня не хочу На следующий день Опять та же ситуация И где-то на третий Четвертый день Я говорю Дядь Ген Я вообще никогда не пробовал И все Знаешь Это как синий экран Его мир разрушился Да То есть Как так И он потом сидел И говорил своей жене Алла Представляешь Вот эти люди Никогда не пили Как такое можно Как такое возможно Но опять же Я не осуждаю Это мой выбор Я никому никогда не подхожу Не говорю Что типа Вот Это мой выбор Ты не делал У людей Своё пространство У каждого Есть своя жизнь Каждый хочет С ней делать То что он хочет Поэтому моя позиция В смысле И в таком же русле Практика И в религии И в работе И во всем остальном Ты делаешь Твой выбор Делать что хочешь Единственное Потом ко мне Не приходи Не жалуйся Не говори Что там Я там Не знаю Блендер Меня никто на работу Не берет Я тебе говорил То есть Когда люди не ноют Я с этим окей Если люди приходят И мне пытаются Там жаловаться Почему у них Конкретные вещи Не получаются Я говорю Чувак Я тебе говорил Пять лет назад Ну допустим У меня была ситуация Десять лет назад Допустим Когда я только начинал Я увидел потенциал Да я рисовал Да там Я делал какие-то штуки И я естественно Пытался это как-то Навязать ребятам Которые были вокруг меня И помню Было тем более Он рисовал Причем рисовал Неплохо И мне показывают Работу Я говорю Чувак Ну тебе лет Пять-шесть Наверное Нужно еще Он говорит В смысле Я говорю Ну в прямом смысле Пять-шесть Ты должен еще рисовать У тебя получится И вот это так задело Типа Вот в его мире Это оказалась Неисполнимая задача Десять лет прошло Он не научился Потому что он не стал рисовать Он тупо не стал Шесть лет подряд Рисовать Или делать Какую-то графику Какую-то графику Он бросил То есть Если этот человек Откроет свой рот Через десять лет И скажет Слушай Я ему напомню Я сказал Я тебе говорил Ты ничего для этого Не сделал Потому что есть ребята Допустим Дмитрий Тенн У меня есть Очень толковый друг Он сейчас в Австралии Он единственный человек был Который я увидел Что он горит Этот реально парень Он понимал Он понимал Что это время занимает И он делал В итоге переехал Перевез семью в Австралию Сейчас работает арт-директором У себя в студии У него все вроде бы неплохо Понимаешь? То есть часто люди Они не знают Они не понимают Еще сколько? Да-да Все-все Ну мы заканчиваем Пять минут Мы заканчиваем Ага Ну то есть Да Этих людей на самом деле видно То есть они Не ждут Когда? Они не задают вопрос Ну что когда? Вот когда? Вот когда? Вот я уже? Уже? Вот сейчас? То есть они просто делают это Потому что им это нравится Мне кажется вот в этом Давай закончим на позитивной ноте И я все равно Я это делаю для людей Которые приходят реально И хотят попасть в индустрию И хотят научиться Их немало И поэтому работая с этими людьми Я понимаю что Не зря потрачены силы Ты потом встречаешься с историей Слышишь Да там я устроился туда-то Я там перешел туда-то То есть Это в любой индустрии В любой как бы системе Всегда люди какие-то есть Которые готовы пойти На какие-то поступки На какие-то Не то что жертвы Жертвы тут ничем не надо Просто тут время нужно Понимаешь? И ради них стоит Там Чем-то заниматься Понимаешь? Вот я ради тебя приехал сюда Привел Oculus и iPad Потому что я знаю Что я смогу тебя убедить В каком-то Oculus это звучит очень Это как-то Насторожно Оккультно Оккультно Ладно Здорово пообщались Да согласен Надо будет еще раз это сделать Что по пиву? Ладно Спасибо, что приехал В следующий раз Ко мне Мы в следующий раз В Лондоне это сделаем Но мы такое не сможем себе позволить Скорее всего Это где-то будет под мостом Поэтому У бочки Ну тоже нормально У бочки на контрасте Мы с тобой сделаем Знаешь, что-то Отрубленные перчатками Не, для этого в Нью-Йорк надо ехать Но зато оригинально Я даже знаю место Где это можно будет Где-то в ЛА Вот в том, где на Робокоп снимали Ну все, давай Здорово пообщались Давай Все, счастливо Все, счастливо Уф 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 Тут ли где, кроме головы Ты не можешь У тебя права не могу Я сейчас, когда постригаюсь У меня все С каждым годом Все меньше тратится времени На пострижку Головы И все больше Из пушей Серьезно? Название придумать подкаст Мне нравится слово Три дебилов Три? Да А кто третий? Кто-то может за двух выступать